Уважаемые коллеги, друзья, мы начинаем с вами новый интересный проект, который является в значительной степени продолжением наших прошлогодних работ. Сейчас он называется у нас «Школьная лектория археологической экспедиции Икты Куль-Кусимова». Он выполняется при поддержке администрации Абзелиловского района Республики Башкортостан и Фонда История Отечества Российского Исторического Общества. Почему он так называется и с чем вообще все это связано? Ну, во-первых, немного общей информации о том, что здесь и как. Мы с вами находимся на территории курортного района Икты Куль, который имеет площадь порядка 110 квадратных километров. Он имеет высокую транспортную доступность на всех уровнях – региональный, межрегиональный и международный. Ну, просто хотя бы потому, что здесь до международного аэропорта у нас с вами 30 километров. Эта же территория является центральной для всего Башкирского Зауралия и является своеобразными входными воротами в горно-лесную зону Южного Урала, интересную и востребованную для туристов и отдыхающих со всех уголков нашей страны. Что еще очень важно и является основой для всего того проекта, к которому мы с вами и подходим? Во-первых, это богатейшая и хорошо сохранившаяся традиционная культура, богатейшее историко-культурное наследие, индустриальное наследие. Ну и, естественно, фантастическая нетронутая природа. Можно это увидеть даже по этим фотографиям, но, думаю, каждый из нас это видел и своими глазами. Плюс ко всему, это очень большой курорт, который летом является курортом такого озерного отдыха, а зимой – горнолыжным. И, может быть, поразительно, но с вами мы находимся практически в нетронутой природе, но здесь порядка 10-12 тысяч койко-мест ежедневно. Собственно, вот эта стрелочка показывает, где мы с вами сейчас находимся. Это место нашего лагеря, где находится весь этот замечательный лекторий. Наш проект направлен на школьников старших классов, на студентов первых курсов вузов. И его основная задача – это освещение вопросов и некая дискуссионная площадка по вопросам, связанным с археологией, историей. И далее, я думаю, что мы будем с вами развиваться, посмотрим еще даже в каком направлении. Пока говорить сложно, но основой всего проекта является именно богатейшее историко-культурное наследие той территории, на которой мы с вами находимся. Очень интересный момент такой. То есть, помимо этой же самой природы, мы с вами мало где можно увидеть, допустим, вот такие вот деревенские музеи. Это деревня Теляшево, и это фотографии буквально последних дней. А это музей генерала Кусимова, который находится не более чем в полукилометре от нас с вами. Небольшая деревня в предгорьях хребта Крыкты, и мы видим здесь музей археологических компонатов, деревня Теляшево. И замечательная надпись. Тот народ, который не занимается своей историей, культурой и наукой, рано или поздно начнет подметать у того народа, который им занимается. Обратите внимание на еще одну крайне интересную этнографическую вещь. Вот этот вот дом, это дом в той же самой деревне, и мы видим на фронтоне этого дома традиционные орнаменты в виде свастик. Мало где это увидишь. Обратите внимание, вот оно. Итак, с чего все начиналось? А начиналось все с уфимского археолога Геральда Николаевича Матюшина, который в 50-е годы в Уфе, будучи юнгой Северного флота и участником Великой Отечественной войны, после возвращения к мирной жизни и учебы в Башкирском государственном университете, тогда в педоинституте, собрал школьников, создал кружок археологический и начал со школьниками заниматься археологией. Много в каких местах Башкирии, в том числе одним из самых плотных таких мест, где он долго работал, был как раз район озер Банная, Сабакты и Корабалыкты. Фактически на этих озерах он проводил разведку в 1961-1962 годах. За это время им было здесь выявлено 19 археологических объектов. Потом на долгие годы археологи здесь не появлялись. Сам Геральд Николаевич ввел здесь археологические исследования до середины 70-х годов, но дальше он уже не занимался разведочными работами. Он исследовал такие известные памятники, как Березки, Банная-5, Сабакты-3, Мессовая. Вот эта вот фотография как раз со стоянки Мессовой или Урта-Тубе. Известный памятник, находящийся от нас с вами в том направлении на расстоянии 3,5 километров. Проходит много лет, и в начале 2000-х годов сюда возвращается наша экспедиция. Это экспедиция Уфимского научного центра Российской академии наук. И мы начинаем работать на этой территории. И выясняется, что Геральд Николаевич, прошедший разведкой и потом перейдя к раскопочным работам, фактически прошел только первой бороздой по всей этой территории. И на самом-то деле памятников значительно больше. Но было понятно, много чего застроено, и в то время было. И у него, наверное, такой задачи не стояло полного обследования всей территории от и до. В итоге наших работ 2004-2005 годов количество памятников на этих озерах, в первую очередь на Банном, который также называется Яктекуль или Маузды, и на Сабактах или Чебача достигло порядка 90 единиц. И работы нашей экспедиции уже этого года как раз показывают, что это далеко не предел. И буквально в последние дни найдены интересные памятники в районе Бекулова, Теляшева, ну и, собственно говоря, даже совсем рядом с нашим лагерем, который находится вот здесь. В 2018 году, после того, как мы провели в санатории Яктекуль, в крупнейшем санатории на этой территории, круглый стол культурное наследие Яктекуля от эпохи каменной до этнографии, с этого момента можно вести отчет создания нашей экспедиции, археологической экспедиции Яктекуль-Кусимова. И сейчас она действует на основании соглашения о совместной научно-организационной деятельности с администрацией Абзелиусского района. С 2019 года экспедиция начала свою работу, и первый объект наших исследований здесь, это, как мы в прошлом году называли, одиночный курган Кусимова-3. Однако в прошлом же году выяснилось, что это совсем не одиночный курган, это курганный могильник, в котором три кургана, возможно, их раньше было и больше. Площадь тероскопа составила больше 300 квадратных метров. Стало понятно, что курган датируется скифосарматским временем, а если точнее, то где-то второй половины IV века до нашей эры. Но самое важное, самое примечательное, то, что под насыпью кургана, то есть на месте сооружения кургана, изначально существовала и значительно раньше стоянка эпохи Палеолита. Это, собственно, раскоп прошлого года, это находки каменной орудия эпохи Палеолита. Те, кто помнят, это все было законсервировано на год, и в этом году мы продолжили эти работы. Почему я об этом рассказываю, говоря про образовательный проект школьной лектории, археологической экспедиции Икт-Куль-Кусимова? Да, вот этот процесс работ прошлого года, многие из вас могут узнать здесь себя, увидеть друзей, знакомых, все продолжается, собственно, в том же формате, и люди прибывают. Но так уж повелось, что долгие годы основой наших экспедиций являются дети. Потому что мы считаем, что работа с детьми – это дело самое благодатное, и никогда от этого не отказываемся. И, как видите, у нас дети были в экспедиции всех возрастов, и среди тех, кто сидит сейчас в лектории, и те, кто есть на фотографиях. И вот здесь мы подходим как раз к тому, почему я начал говорить о раскопках. Дело в том, что вот этот образовательный проект, который мы сейчас с вами запускаем, он основывается как раз на том, что было начато в прошлом году. Не менее важными, чем научные итоги экспедиции, являются образовательные итоги. Ну вот я вот просто перечислю, да, то, что на постоянной основе через экспедицию прошло 30 школьников. 25 из них – это город Полевской, Свердловской области, пятеро – Уфа. Кратковременное посещение – порядка 60 человек. Я про школьников. Половина – это Обзелиловский район, 20 Уфа, 10 – Полевской. Было проведено 10 мультимедийных лекций, которые были прочитаны сотрудниками Российской Академии Наук. Когда я писал 20, я думал, 20 потом я посчитал на самом деле больше всевозможных полевых семинаров и мастер-классов. Было проведено 10 различных экспериментов по плавке металла, по изготовлению каменных орудий и много чего еще было. Также было 4 похода с образовательными целями. Часть из этих лекций выложена на нашей страничке ВКонтакте, вот Екатер Кулькусимова адрес. И это фотографии тех самых лекций, за которыми собирались все участники экспедиции по вечерам. И именно в прошлом году мы поняли, что этот формат является очень востребованным и очень важным и очень нужным как для вообще школьников, так и для школьников Обзелиловского района и даже ближайших сел. Спасибо тем, кто сегодня пришел уже на эту первую лекцию. Вот, собственно, вот эти фотографии с мастер-классов, что здесь у нас проходило. Это и обработка каменных орудий, рассказ о каменных орудиях, это и плавка металла по средневековой технологии, это и рассказ о технологии, собственно, каменного производства, это и всевозможные семинары прямо на раскопах. Конечно, после всего этого мы задались мыслью, а что дальше? Сформировалась археологическая экспедиция. Мы по своему желанию, по пониманию ситуации решили все это, ко всему этому добавить образовательный контент, который вырос вот в такой формат. И следующий, пожалуйста. Это флаг экспедиции, то есть в прошлом году была только эмблема одной конкретной экспедиции. Сейчас возник большой федеральный проект с федеральной поддержкой, поддержанный Фондом Истории Отечества, который называется «Школьный лекторий. Археологическая экспедиция Иктыкуль, Кусимова, Северные Амуры». Да, конечно же, этот год, он спутал много планов, все очень сильно изменил, но я надеюсь, что из этой ситуации мы все благополучно выйдем. Поэтому в этом году это год такой в значительной степени установочный, где мы опробуем новые методики работ. Вообще мы планируем выйти на очень связанный цикл лекций по древней и средневековой истории региона с большим количеством экспериментальных площадок, мастер-классов, семинаров. К сожалению, большое количество лекторов либо не может приехать в связи с теми эпидемиологическими ограничениями, которые есть, либо будут участвовать в этом проекте на дистанционных площадках, которые начнутся после завершения полевого этапа экспедиции. Формат у нас с вами сейчас получается такой. Вот эти вот дни — это будут съемки лекций тех лекторов, которые есть девизу здесь сейчас в экспедиции. Сегодня у нас с вами будут ваш покорный слуга, дальше Вячеслав Георгиевич Котов, дальше Юрий Борисович Сериков и дальше Екатерина Александровна Ахметова. На следующий день тоже так же стоят все лекторы, и мы попросим Юрия Борисовича сделать один мастер-класс, это по экспериментальному сверлению различных пород камня. Обращаю ваше внимание на то, что завтра будет одна как бы не совсем археологическая лекция Рамильна Сибулыча Рахимовой. Это «Северная Амура. Герой Отечественной войны 1812 года». Он специалист по военной истории. Но, с одной стороны, говоря про археологию, наверное, нельзя забывать о том, что это все равно часть исторической науки. С другой стороны, мы посчитали возможным сделать дополнение к его лекции. То есть лекция будет как бы по истории, а потом мы немножечко поговорим про материальную культуру башкирского населения этого времени. Это очень интересная вещь, и она уже сугубо археологическая. Лекторы у нас представлены, конечно же, из Уфы, из Российской Академии Наук, также Башкирский Государственный Университет и из городов Уральского региона. Это Екатеринбург, Нижний Тагил, Челябинск, Оренбург. Дальше будут лекторы из Волгограда, Москвы и Санкт-Петербурга. Поэтому в ближайшие дни они будут очень у нас с вами насыщенными. Дальше, во второй половине экспедиции у нас с вами будут самостоятельные съемки и всевозможные подсъемки и проведение мастер-классов. Сентябрь. Это будет цикл лекций, порядка десяти лекций, очень интересных по традиционной культуре, по культуре кочевников, ранних кочевников, сарман, и по древней археометалургии эпохи Бронзы. Но это уже будет на онлайн-площадках, ну, типа зумовских вебинаров. Информация об этом будет размещаться на страничке, на нашей страничке ВКонтакте, а дальше, а позже на других платформах сети интернет вся информация будет у нас анонсироваться на странице Икты Кулькусимова, которую я вам показывал. У меня на этом все. Вот вводную лекцию я на этом заканчиваю. Вводная лекция Отр��안 Продолжение следует...